В Алма-Ате прошел праздник русского языка. Участники торжества читали стихотворение, а также состоялось награждение отличников тотального диктанта и победителей республиканского конкурса «Эссе о России с любовью» и концерт. Подробности в сюжете «Наши Калек». Праздник русского языка в Алма-Ате по традиции начался с возложения цветов к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину. В день рождения великого русского поэта от имени Российской Федерации цветы возложили консул Генерального консульства Российской Федерации в Алма-Ате Ирина Переверзева и епископ Каскелинский Геннадий. Ерина Владимировна отметила, что с каждым годом желающих принять участие в праздновании Дня русского языка становится все больше. К акции присоединяются не только казахстанцы и россияне, но и граждане других стран, живущие в Алма-Ате. Студенты, преподаватели вузов, учителя, ветераны, деятели литературы и искусства, журналисты делились своими мыслями о роли русского языка в современном мире. Алма-Атинские поэты читали свои стихи, посвященные Пушкину и русскому языку. Аплодисментами были встречи на выступления студентов из Китая, изучающих русский язык в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бесный глаз и тишину в вечерний час и свои нравные порывы. Смиренный барус репарей, твоей прихотью хранимы, скальзит отважность лицебей. Епископ Геннадий, лауреат российской государственной награды медали Пушкина, отметил важность изучения жизни великого русского классика не только как поэта, но и как человека-христианина, который является собой пример стойкости духа и деятельного раскаяния. Праздник продолжился в Генеральном консульстве, где состоялось награждение отличников тотального диктанта и республиканского конкурса «Эссе о России с любовью». Конкурс «Эссе» традиционно проходит на факультете журналистики Казахского национального университета. Председатель жюри, известный алма-атинский журналист Лариса Нода отметила возросший уровень работ и зрелость изложения материала молодыми конкурсантами. Руководитель штаба тотального диктанта Анна Бузела, подводя итоги, отметила, что в 2018 году отличниками стали 30 алма-атинцев в возрасте от 14 до 70 лет. Большую роль в этом сыграли регулярные занятия «Русский по средам» в университете Туран. Дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками были награждены отличники, организаторы тотального диктанта и учителя русского языка. Особой благодарности была удостоена учитель лицея для одаренных школьников номер 165 Марина Асалбекова. Сразу всем из ее учеников написали диктант на «Отлично». Алма-Ата принимает участие в тотальном диктанте с 2011 года. В этом году на 16 площадках его написали 589 человек. Завершился праздник концертом известной российской оперной певицы Евгении Смольяниной. Были исполнены романсы и песни русских и российских композиторов. «Отлично» 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 Продолжение следует...